Всем привет! Играем в фазмофобию соло-профью, Уиллоу Стрит. У нас сегоднячка Чарльз Андерсон, датчик движения распятия и ЭМФ. Из этого всего самое сложное это, конечно же, распятие, потому что мы не знаем, в какой комнате у нас заспавнится призрак. Если это будет какой-нибудь, например, подвальный коридор, то там могут возникнуть затруднения с правильным расположением распятия. В любом случае, нам уже нужно будет выбесить призрака настолько, что он сломает распятие, так что катка обещает быть интересной. Ты здесь? Дай мне знак. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Что-то упало. Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Хорошо, хорошо. Слышу, слышу. Сейчас приду. Не здесь. Да слышу. Здесь, что ли? Здесь всё на месте. Не здесь. Там так много всего упало, что это либо гараж, либо ванная. Ванная всё на месте. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Ты здесь? Опачки. Привет. Привет. Дай мне знак. Дай мне знак. Минусовая? Минусовая? Угу. Так, хорошо. А в чём причина такого поведения? Вы демон? На радио он же мне не ответил, да? Не ответил. Он просто кинул. Кинул что-то. Давайте посмотрим, что у нас по мозге после такого... После такой встречи. 74. Не фантом, однозначно. Так, давайте-ка ЭМП возьмём сюда-сюда. Да и всё, понесли. Если не фантом, то, может быть... Может быть, это Банши? Не, это, конечно же, всё ещё может быть и демон. И Мираж, и Мара. Чё-чё-чё? Прям три, да? Так-с, хорошо. Пока можно без фонаря, в принципе, бродить. Ничего мы не боимся. Не должен нас призрак сейчас куснуть. Но в целом, вот после этой ходки надо уже быть аккуратным. Потому что 70% уже есть шанс, что мы имеем дело с демоном. А если мы имеем дело с демоном, то он может напасть где-то на 70%. Ну, тут есть хорошая сторона. Плюсик. Если мы выживем, то будем знать, что это демон. Это факт. Минус свет. Минус свет. Не уверена я, что хорошо раскидала распятие, но... Ой, господи. Зачем пугаешь? Не уверена, что правильно раскидала распятие, но проверить это можно будет только одним путём. вызвать охоту и узнать, сломает он его или нет. В распятие есть радиус определенный. Если призрак в него не попадает, то охота может начаться даже при условии, что распятие лежит в этой же комнате, что и призрак. Просто так получилось, что вот он начал охоту за пределами этого радиуса. Такое бывает. Вы видели, кстати, Костю, может быть? Потому что я не видела. О, доска уже кайфово. Это хорошо, по доске мы можем демона сразу проверить. А вот и Константин. Всё отлично. Всё отлично. Тогда смотрите, как мы поступим. Выбрасываем здесь доску Уиджи. Можно и в фонарь, в принципе, бросить. Можно сделать быстрый тест на демона, если вы вдруг не знали, что такое существует. Представляю вашему вниманию. Для этого мы засекаем, сколько у нас процентов мозги. Мы видим, что у нас 57, 58. И идём задавать вопросы по доске Уиджи. Для этого хорошо бы, конечно, чтобы он ответил с первого раза. Какая комната твоя? Бросаем фотик. Не забываем выключать доску Уиджи после вопроса, если не собираемся ей пользоваться, потому что игра может зачесть любое ваше слово, даже какой-то звук, как вопрос. Сожрёт мозгу, и всё. 46. Видите, у нас упала мозга на 10% из-за правильного вопроса. Значит, это не демон. Хорошо, хорошо. Не демон, так не демон. Без вопросов. Давайте тогда подъедим немножечко. И будем продолжать искать. Так, так, так. Давайте вот так возьмём. Если бы, когда мы вернулись, мы увидели, что у нас так и осталось 56-58%, то мы могли бы с точностью сказать, что это демон. Но так как доска у нас всё-таки сожрала, сожрала 10%, значит, о демоне речи не идёт. Тем не менее, он очень активный. Очень активный. Тут что-то сразу начал кидаться, появился, потоптался, всё, в принципе, сделал, что... что вообще мог. Поэтому, ну, так, на вскидку, может быть, это банши. Но в пазме... А, я думаю, кость пропала. Чпонька. В пазме сейчас призраки иногда ведут себя не так, как они должны, по идее, как у них прописано в сценарии, в нашей этой книжечке. Госпедии. Госквики. Поэтому, может быть, это и не банши, и вообще никогда банши не было. Тем более, МП-5 мы так и не увидели. Я бы даже, знаете что, я бы, наверное... Опачки, здравствуйте. Блокнотик. И у нас демон и либо Юрей. Ну, так как мы узнали уже, что это не демон, мы можем уже прям написать, что это Юрей, ну, и пойти, например, проверить призрачный огонёк. Просто, чтобы убедиться. Но, если вам повезло, и у вас есть такое прекрасное изобретение, как доска Уиджи, которую вы нашли в доме, то, в принципе, проверка на орбы даже и не требуется. Ну, давайте чекнем. Нам всё равно нужно ждать, пока он сломает распятие. Вот. Не лететь. Не лететь. А, нет, лететь. Вон в углу. Ну, всё тогда нормально. Тогда всё нормально. Чарльз Андерсон. Давайте тогда возьмём ещё фотик, ещё блокнот возьмём. Давайте и фонарь тоже заберём, например, отсюда. Почему нет? Вот. Ну, как бы не были полезны вот эти всё лайфхаки, которые я периодически рассказываю, всё равно лучше, лучше всего убедиться воочию. То есть, прям дождаться всех трёх улик. Это, ну, в идеальном мире. И увидит собственными глазами, что там вот что-то такое, похожее на орбу, похожее на блокнот. А, как громко. Напиши в блокнот. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. В принципе, чтобы здесь особо не затягивать повествование, даже знаешь, как мы вот этот потик бросим здесь, на случай, если он придёт. Ты написал в блокнот? Пиши. Вот. А этими потиками мы сейчас будем баловаться с доской Уиджи. И заодно проверим, что там у нас с распятиями абсолютно безопасно. Как давно ты умер? Как давно ты умер? 900. Сколько здесь людей? Отлично. Он показал ноль. Несмотря на то, что она не сдвинулась, но там был такой щелчок. Что там ещё можно спросить? Кстати, существует ли вопрос про любимую комнату? Я типа всегда спрашиваю, какая комната твоя? Давайте спросим. Твоя любимая комната? Твоя любимая комната? Видите, есть и вопрос. Твоя любимая комната тоже работает. Интересно, отвечает ли он то же самое, что какая комната твоя? Ну, наверное, да. Наверное, да. Так, этот фотик нам больше не нужен. Это не он. Что мы там ещё можем спросить по доске Уиджи? Сколько здесь призраков? Сколько человек ты убил? Сколько человек ты убил? Сколько человек ты убил? Сколько тебе лет? Сколько человек ты убил? Сколько человек ты убил Сколько здесь призраков Сколько тебе лет Сколько тебе лет Мне никогда призрак не отвечает на вопрос, сколько тебе лет При этом он иногда Он иногда Злится, вырубает Эй Вырубает доску Но никогда не отвечает О, пошел, пошел Пошел гулять Ладно, я думаю У нас очень долго не было охоты Несмотря на то, что мы баловали со всеми видами вопросов Я подозреваю, что раз пять и должно было сработать Да, смотрите, так оно и есть Все получается, мы победили Вдруг наш там ходит, где-то гуляет А нам больше не нужно его ждать Мы поставили Юрея И, в принципе, очень с собой довольны И можем отправляться домой Наше задание выполнено Пошел, пошел гулять Второй блокнот, кстати, он так и не написал Но это пустит, останется на его совести Юрея, 250 баксов Такая вот карточка Спасибо всем, кто смотрел Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь Я с вами прощаюсь Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!